Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вновь вас на моем канале! Сегодня у нас с вами посленовогодние остатки, так скажем. Как всегда, 31 числа ничего нельзя, холодильник забит и обязательно ждем праздничного стола. Если у вас так же, то пишите в комментариях. У нас вот всегда 31 утром, попробуй что-то съешь, попробуй, не знаю, до чего-то притронься. Все, нельзя, это на праздник. Но зато сейчас мы можем шубку кушать. У нас еще на балконе оливьешечка в ведре. Наконец-то этот ужасный год закончился, для меня лично ужасный. Желаю, чтобы в новом году все уношло, как по маслу. Все наши дела только вперед, этот вирус закончился. 31, как назло, прям часов где-то в 5, наверное, Твиксу стало как-то плохо. Я очень извиняюсь, он начал вырывать. А в такое время, в такой час, такой день, где врача-то найти ветеринара. Сегодня уже ему лучше, но я конкретно прям испугалась. Я боялась, что с ним что-то случится, с моим сладким. Но, слава богу, все обошлось. Надеюсь, что обошлось. Я смотрела видео одного блогера в истории. То есть инста-видео. А там она подобрала котенка. С улицы, как я поняла. А потом оказалось, что котенок болеет коронавирусом. И он скончался, хотя она прям боролась за его жизнь. У меня прям сердце кровью обливается, когда вижу такие вещи. В общем, я составила 14 пунктов. 14 желаний, которые я планирую достичь в 2021 году. Некоторые какие-то простые. Например, Твикс должен весить на следующий год 3 килограмма. А ковида очень сложная. В плане Ютуба, в плане всего. В плане личной жизни. Хочу, чтобы мы вышли на новый уровень отношений. Какие-то планы есть, но все их раскрывать я не буду. Я вот собираюсь в 2021 году, если вы все будете со мной, а дай бог будете. Я собираюсь открыть этот конверт, где написано все, что я написала вчера. И просто сравнить, получилось ли у меня все это или нет. Обожаю киви. Особенно переспелый, он прям тает во рту. Есть пункты, связанные и с роднёй, и с близкими. И всё, всё, всё. Я решила теперь быть более оперативной. Честно, я подписана на Ольгу Бузову. Я поражаюсь работоспособности этого человека. Многие мне пишут, Айка, 3 видео в день, как много. У меня Диму к банке только не снимает. Но меня вдохновляют такие люди. Меня вдохновляет Ольга Бузова, которая из одной съёмки едет на другую, потом на третью, всё это снимает в истории. Я просто поражаюсь, как этот человек не устает. Как этот человек столько работает. Я тоже хочу так. Быть более собранной. Не жалеть себя. Что, ой, отдохну. Отдохну на пенсии. А сейчас надо вовсю работать. Если хочешь чего-то в этой жизни добиться, надо работать. Я советую вам тоже не жалеть себя. Ставить перед собой цели и добиваться. Я читаю комментарии. Помните, я вам рекомендовала канал Дашук. Вот, она моя родственница. И она закрыла свой канал. Точнее, просто взяла его, удалила. Хотя у неё были хорошие просмотры. На каждом видео по 3000 просмотров. Учитывая, что она то снимала, то не снимала, аудитория её любила. Вот. Но она закрыла канал. И тут все её подписчики, её все фанаты, так как я её родственница. Начали писать, почему Айка, что произошло, может, у неё что-то случилось и так далее. С ней ничего не случилось. Слава богу. Всё хорошо. Просто в какой-то момент она поняла, что... Блобинг... Блоб... Блобинг, хотела сказать. Блогинг – это не её. Она это поняла и решила этим не заниматься. Это её выбор. Мы же не можем её заставлять. Поэтому, ребят, всегда я вам говорю, что заниматься блогингом – это нужно любить. Если даже, как бы, ты стараешься и все дела, но не любишь, ты в конце понимаешь, что это не твоё. Но в любом случае, Даша, она очень способная. Я думаю, что она найдёт себя в какой-то другой сфере. Вы можете подписаться на её инстаграм. Вот. Сегодня хочу съездить... Не знаю, первого числа будет работать или нет. Хочу купить такие подарочки и подарить детям своего двоюродного брата. Потому что я помню, когда я была маленькая, в Новый год мой дядя всегда нам покупал кучу сладостей. Я всегда смотрела на своего дядю и думала, господи, только бы он пришёл бы в гости, потому что он приносил столько всего вкусного. Мы все балдели. Думали, только бы он пришёл в гости. Вот. Поэтому для детей это всё-таки большой праздник, несмотря на то, что у нас в стране особо Новый год не отмечали, потому что была война, очень много людей умерло. И в честь вот этого траура решили, что особо, знаете, таких вечеринок салютов не будет. Просто меня в Инстаграме спрашивают, что так скучно отмечаешь Новый год. Просто потому что у нас всё-таки на душе это траур. Заходишь в ТикТок, там столько всего, господи. прям душа болит, так скажем. Вот. Поэтому как бы особого такого новогоднего настроения, атмосферы не было. Телевизор не буду врать, я даже не включала. Не смотрела, что там есть, чего нету. Но я прям в этом году хочу взяться за себя. Хочу, чтобы следующий год мы отмечали со всей семьёй за круглым столом. Под новогодние песенки. А ещё, к сожалению, вчера заметила, что у меня очень сильно болит зуб. Как не кстати? Да вот сейчас везде всё закрыто. Вы знаете, это зуб, в котором уже была пломба. причём мне её поставили ужасно. Я уже решила пойти к хорошему врачу. Знаете, нашла врача, у него в три дорога всё. Всё стоит очень-очень дорого. Но зато тебе открывают карточку истории твоих зубов. То есть, какой зуб, когда он пломбировал, что он делал. Нужно заранее там записываться к нему за три недели. Но зато жена моего дворного брата говорит, что он просто офигенный врач. И плюс он находится очень далеко. Всё такси туда, такси обратно. Может, транспорт особо не работает? Такие вот дела. В общем, мои хорошие, я поела, было безумно вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам не сложно, то обязательно поставьте лайк. И, кстати, я совсем забыла, рецепт на этот салатик будет в инфобоксе. Так что, переходите, смотрите рецепт. Он очень мало просмотров набрал. Может быть, для вас сообщество выложу, чтобы вы посмотрели, потому что очень вкусно. Обязательно подписывайтесь, если вам не сложно. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Кемили. Пока!